В плане инфраструктуры, это же, конечно, центр, здесь есть все. Все равно это квартиры, это не апартаменты. Это квартиры. Панорамное остекление такого полукруга, ну, вы как попадаете в такое аквариум, что ли, я не знаю, и прямо весь город, как на ладони. Это просто мечта любого дизайнера, зайти в такую квартиру. В прошлом году я, к сожалению, не купил похожий проект, который был долгостроен в Краснодаре, и за год он подорожал просто в два раза. Привет, друзья! Мы находимся в Новороссийске, и так получается, что я все больше в него влюбляюсь. Это неспроста, поскольку вот это знаковое место в городе, которое, к сожалению, находится сейчас на ремонте, знакомо мне с малого детства. Лет в 7 мы сюда приехали с моим дедушкой и бабушкой. Дедушка здесь воевал в этих местах, и каждый раз, когда мы шли на пляж из пляжа, в павильоне Суки Воды, естественно, мы выпивали либо сок, либо какую-то газировку. Ну, дедушка, возможно, и что-то покрепче. И вот именно здесь, в самом центре, в центре Новороссийска, сейчас появился объект с квартирами, жилой комплекс, практически достроен. Вот там вдалеке видно такой синенький, похожий на корабль, потому что форма у него неправильная. Многие из местных, конечно же, его знают. Это так называемый долгострой. Но на сегодняшний день именно московская компания выиграла, не знаю, как там это правильно называется, тендер. Ну, в общем, его достраивает. А квартиры продает эксклюзивно наш партнер, местный партнер, местное агентство, компания «Капитал Гарант», руководитель Татьяна Морозова, с которой мы много материалов делали. И, конечно же, спросим и про этот жилой комплекс, на котором у них эксклюзив. Конкретно про планировки, про сам жилой комплекс и, естественно, про цены мы спросим у агентов, которые сейчас там находятся на бизнес-туре. А я еще раз скажу, что поскольку это центр, и в центре любого нынешнего города, в который есть спрос, куда переезжают, а это все-таки юг, и это город, в отличие от всех курортных городов, здесь зимой жизнь не умирает. Сейчас апрель, да, немножко прохладно, но, тем не менее, как вы видите, парковка вся забита, потому что это деловой центр, и, конечно же, здесь нет никаких новостроек. Максимум, на что можно рассчитывать, это какой-то редевелопмент, ну или вот такие объекты, которые долго стояли недостроенными, и сейчас возможно там купить квартиру. Наверное, по меркам Новороссийской, это высокий сегмент, элитный, если можно так сказать, но если сравнивать с той же Москвой или Сочи, то, конечно же, это доступное жилье, которое можно купить, обменяв или продав квартиру в вашем регионе. Итак, мы продолжим наш разговор уже дальше с агентами, а пока можете вот оценить, насколько далеко это находится от набережной, которая от меня буквально в 50 шагах. Знакомьтесь, это Настя. Настя только что была вот на прогулке по этому жилому комплексу, и сейчас я хочу просто понять. Вот представьте, Настя, что я некий покупатель, причем я нахожусь далеко, видел это на фотографиях, там не знаю где в объявлении, на вашем сайте, и вот хочу как-то вот, не знаю, впечатлиться, получить те впечатления, которые есть у тебя. Расскажи, где вы там были, что смотрели, что увидели. Хорошо. Мне жилой комплекс очень понравился. Мы посетили несколько этажей, чтобы понять, с каких этажей будут наилучшие виды открываться. На третьем этаже, когда оказались, уже было понятно, что находится дом достаточно высоко, чтобы наблюдать море, наблюдать весь центр, и, соответственно, красивый вид из окна открывается. Далее мы попали на шестой, седьмой этаж. На разных этажах остались в наличии разные планировочные решения, поэтому, исходя из этого, уже можно будет выбирать. И самые интересные варианты, конечно, были на десятом этаже и выше. Десятый этаж, можно сказать, весь в наличии пока, поэтому можно его обсуждать с любой точки. Если мы говорим о видовых характеристиках в сторону воды, и море, то это зона, которая на нас прямо смотрит. Ну, потому что море у нас вот в той стороне. Совершенно верно. Так. Также мы можем обратить внимание на квартиры, которые начинаются вот с этого балкона и в ту сторону. Там находится центральный стадион, откуда можно прямо из окна наблюдать и матчи, и какие-то концерты. То есть можно взять... Дополнительное развлечение. Да-да-да, можно в трусах выйти на балкон и болеть за наших. Так и есть. И если мы смотрим вот этот нос корабля, если мы так можем сказать... Ну, потому что, так я понимаю, вытянуть вот в ту сторону, вот так вот... Да, то он уже будет открываться в ту сторону. Это у нас... Ну, в сторону южного района. В сторону южного района. Вот так же тоже море вдалеке? Море и горы, да? Да, вдалеке тоже видно и море, и горы. При этом панорамное остекление такого полукруга. Ну, вы как попадаете в такое аквариум, что ли. Я не знаю, и прямо весь город, как на ладони. Мне очень понравилось. А сколько там квартир? Я так понимаю, что это все-таки такой более дорогой сегмент. Там должны быть большие площади. Совершенно верно. От 50 квадратных метров. Самые большие варианты, это как раз варианты корабля, носа корабля. Это 122 квадратных метра. Планировки, судя по всему, они нестандартные. Они сейчас как-то уже нарезаны, или это будет свободная планировка, и покупатель сможет как-то под себя сделать? Есть часть квартир, в которых уже по загребневым блоками выделены зоны. Однако это по загребневый блок, поэтому, если что, его можно убрать и сделать планировку уже под себя. Что такое по загребневый блок? Я вам сейчас расскажу. Это блок, который отделяет, собственно, помещение. Как кирпичики. То есть они уже составлены вместе. В некоторых квартирах это уже выполнено, чтобы была возможность сразу, например, вместо студии сделать однокомнатную квартиру. Это как раз 50 квадратных метров. В некоторых квартирах это оставили открытой зоной, чтобы, когда человек туда пришел, он уже сам решил, что он хочет в этой квартире сделать, как он ее будет обживать. Я правильно понимаю, что во всех квартирах, что называется, окна в пол? Есть некоторые квартиры, где прям витражное остекление в самой комнате. Есть квартиры, где будут стандартные подоконники, и при этом выход на балкон идет с витражным остеклением. А вот то, что мы видим, вот это все стекло. Это что такое? Это все стекло, и это все выходы прямо из квартир. Кроме вот этой крайней части, которая идет перед открытым балконом. И вот эта вот часть справа, это тоже балкон. Мне что очень понравилось, там выход на балкон идет без подоконников. То есть представьте, там как бы прямой проем, полностью стеклянный. Вы открываете дверь и заходите на панорамный балкон. То есть света проникает очень много. А вот там наверху это что, пентхаус или что это предполагается? Наверху мы, к сожалению, не были. Ничего не говорили про него, да? Но вообще, да, там подразумевались пентхаусы. Просто они были уже выкуплены. А какой процент уже выкуплен? Сколько осталось? Осталось немного. Если говорить по этажам, порядка, наверное, 20-30 квартир. Вот так. Ну что ж, на этом, я думаю, приблизительно вы понимаете, как обстоят дела и с наличием квартиры, с едовыми характеристиками. Что для Новороссийска очень важно, потому что здесь море и горы. А более подробно о ценах, о инфраструктуре мы узнаем уже у другого эксперта. Ольга, добрый день. Я специально вас пригласил в это место, потому что, когда я шел от бочки к жилому комплексу, кстати, а как он называется? ЖК Марсель. ЖК Марсель, в котором у вас проходил вот этот бизнес-тур, я увидел вот это красивое место и просто заинтересовался. Я знаю, что вы хорошо можете рассказать, что это такое. Это у нас здесь произошла реконструкция набережной. То есть новую очередь открыли, построили вот такое здание в современном стиле. Это торговый центр? Это торговый центр, да. На первом этаже располагаются различные кафе. Еще много очень площади, свободные. Но так в основном. Торгово-развлекательный центр. И сейчас вот где мы идем, это парк Фрунзе, где мы находимся, мы по нему гуляем. Его тоже реконструировали совсем недавно. Вот было открытие тоже в современном стиле. Видите, современные лавочки установили, вот такие конструкции. В общем, очень красиво получилось. Есть такое модное слово, малые архитектурные формы. Да. Применительно к вот этому жилому комплексу. Скажите, пожалуйста, какой должен быть портрет покупателя? Понятно, что не все любят центр. Это все-таки, ну такая есть своя специфика. Здесь, наверное, много людей. Наверное, там летом здесь много отдыхающих. Вот вы как видите, какой покупатель? Это все-таки для жизни больше? Или это будут покупать люди для инвестиций, чтобы сдавать в аренду? Ну, наверное, больше для инвестиций. Потому что там есть квартиры с прекрасными видовыми характеристиками. То есть вся бухта как на ладони. И даже кабардинку видно по высшей этаже. Но там даже с третьего этажа уже прекрасный вид открывается. Поэтому, конечно, наверное, это больше для инвестиций, для сдачи в аренду, либо для летнего отдыха. Например, приехать в Новороссийск, остановиться в своей квартире с таким прекрасным видом на бухту и наблюдать каждый вечер море. С некоторых квартир видно стадион. И как бонусом будет, можно, наверное, бесплатно футбол смотреть. А если говорить вообще про локацию, что здесь еще интересного? И что касается инфраструктуры, ну, не знаю, там какие-то, в том числе, возможно, детские заведения, если для людей с семьей? Ну, вообще, начнем с того, что центральный район, он как бы достаточно немолодой уже, да? То есть тот самый центр города. До моря, до набережной, до пляжа – это буквально 2 минуты ходьбы. Вы вышли, и здесь все рядом, и погулять как с маленьким ребенком, так и со взрослыми детьми, покататься на самокатах, на велосипедах – все это здесь, да? Опять же, если люди в возрасте, то можно так неспешно спуститься к морю, прогуляться по набережной, подышать морским воздухом. В плане инфраструктуры – это же, конечно, центр, здесь есть все. И для развлечения, и для отдыха, и для прогулок по набережной. Поэтому с этой точки зрения я и говорю, что, наверное, больше привлекательно будет для тех людей, которые хотят вложить деньги, да, и под сдачу использовать данное жилье. Поэтому вот так. А у вас уже есть на примете, я не знаю, клиенты, которым вы предложите купить? Да, у меня уже поступали звонки. И вот сегодня я делала видео, обзор нескольких квартир, как раз-таки видовых. Но пока вот мне звонили по однокомнатным. Там очень удачные планировки в этом доме. Очень хорошие, однокомнатные. Даже сейчас мы это говорим евро-двухкомнатная квартира. Это хорошая квартира, около 50 квадратов, правильной формы, кухня-гостиная. И получается комната. То есть вот на такие квартиры уже поступали звонки, уже есть запросы. Ну, а еще что понравилось? Еще что понравилось? Ну, для нестандартных людей есть нестандартная планировка. Вот в самом носу этого корабля, вы же видели, да, он как бы, как в виде корабля выполнен сам жилой комплекс. И в носу этого корабля расположены трехкомнатные квартиры, то есть она идет как трехкомнатная квартира, 122 квадрата. Да, она нестандартная, она совершенно нестандартная. Но я знаю, что на такой как бы товар тоже есть свой купец, потому что это просто мечта любого дизайнера зайти в такую квартиру и какое-то интересное решение современное предложить своему клиенту. На самом деле нестандартные квартиры, особенно в этом классе, они еще хороши тем, что понятно, что в наших городах, я имею в виду в российских городах, в центре очень мало возможностей для стройки. Это, как правило, либо что-то снести надо, чтобы построить, либо, ну, прям, не знаю, какое-то должно пятно застройки откуда-то начаться. И я вот помню в прошлом году, я, к сожалению, не купил похожий проект, который был долгостроем в Краснодаре, и за год он подорожал просто в два раза. Я мог купить по цене за квадрат, по-моему, 60, а сейчас он стоит там под 120 или даже под 140. Уникальные квартиры, они, мне кажется, всегда будут пользоваться спросом, потому что, ну, просто нет конкуренции, очень сложно сравнить. Кстати, по-моему, конкуренции, что здесь в округе можно еще приобрести. Ну, вторичка понятна. Я, кстати, вот видел, что и вторичка какого-то старого фонда такого, сильно старого. А есть что-то поновее? Ну, нет, практически здесь нет застройки, потому что, опять же, мы говорим о том, что это старый центр, он застроился достаточно давно. Но и у нас нет, как в Москве, вот этой программы реновации. У нас, не знаю, хорошо это или плохо, но у нас сталинки и хрущевки, они вот их как построили в центре, они все есть. Это единственное, что если купить, опять-таки, квартиру в сталинском доме и переделать ее под себя. То есть сделать ремонт какой-то, опять-таки, нестандартно. Но вы понимаете, да, что это все нужно узаканивать, все эти перепланировки и так далее. А здесь вы получаете квартиру как бы в готовом виде. И я же говорю, дизайнеру есть где разгуляться, просто ничего не переделывая. А ближайший жилой комплекс похожего класса какой? Даже нет здесь такого похожего класса вблизи комплексов, потому что центр, как бы, здесь застройки нет. Вот и вам ответ. Мария, добрый день. Я разговаривал уже с вашими коллегами. Мы поговорили про окружение жилого комплекса, про разные там нюансы, связанные с внутренним наполнением, с планировками и так далее. Сейчас самое главное, ну, во-первых, интересует, конечно, история, что с ним произошло, как давно он строится и какие гарантии, естественно, для меня, как для покупателя, что он будет достроен и что я, как это, в очередной раз не стану обманутым дольщиком. Ну, история его начинается еще до 15-го года. Далее было банкротство. Застройщик был объявлен банкротом. И в рамках конкурсного производства был определен подрядчик, который будет достраивать. То есть, фактически, он выкупил все права на этот дом и оставшиеся квартиры, естественно, сейчас будут реализовываться. Все это в рамках 214-го федерального закона делается. В договоре, который будет, это договор уступки прав требований по ДДУ. Одной из сторон конкурсный управляющий будет. То есть, процедуры все соблюдены. То есть, фактически, там участвует государство? Да. Как управляющий? Да. И здесь также под особым контролем у администрации города. Это стройка. И в планах, конечно, выдача ключей уже в декабре этого года. Ну, было бы странно, учитывая, как расположен этот дом. И, в общем-то, его видно со всех сторон. И плюс он, конечно, выглядит так достаточно, как это, претензиозно. Поэтому вряд ли. Его надо было либо сносить совсем, либо достраивать, естественно, под контролем города. Потому что, ну, иначе никак нельзя. Ну, друзья, новый застройщик как разбирается со старыми дольщиками? Старые дольщики остаются. Их квартиры останутся при них. Квартиры реализуются только те, которые были свободными. То есть, свободные площади. На сегодня это около 25 квартир осталось в продаже. Ну, и по ценам, да? Нет, а сколько это процентов? Сколько процентов вот эти 25 квартир? Это чтобы понимать, доля какая новых жильцов будет. Сложно сказать, не скажу вам сейчас. Ну, там, я так понимаю, где-то 15 этажей, да? Там 17 этажей. А сколько на этаже? Штук 7, наверное, да? Штук 7, да. Ну, то есть, где-то около, там, условно 80-100 квартир. 20 квартир осталось. 20 процентов, ну, это нормально, да? Я просто оцениваю выгоду застройщиков. Потому что застройщик же тоже, как это, не просто так все это делает. И взял на себя такое обременение. Ну, и самое главное, что с ценами? Во-первых, планировки. Ранее, конечно, наверное, рассказывали, да? Да, что там все просторные планировки. И минимальная стоимость 5,5 миллионов. Однокомнатные квартиры 50 квадратных метров. А если это сравнить с каким-то, не знаю, вот здесь вот у нас район Южный. Понятно, что это экономный комфорт-класс. Сколько здесь стоит 50-метровая квартира? 50-метровая будет где-то в районе 7 миллионов стоить. Почему такая разница? Это Южный, а там Центр. Ну, разница, во-первых, то, что история дает о себе знать. Ну, то есть вот этот негатив, связанный с долгостроем. Плюс есть определенные нюансы, да? Допустим, комплексы, которые строятся сейчас, они уже такой повышенной комфортности, я бы так сказала. То есть придомовая территория, вся паркинги подземные, да? Там с этим проблема. Центр, мало территории. А паркинг? Паркинга нет. Вот это один нюанс есть, да? Ну, тем не менее, то, что мало территории все равно это квартиры, это не апартаменты. Это квартиры, в любом случае квартиры. Вокруг можно найти место для парковки, да? Ну, и отлично подойдет, кстати, людям, которые любят просто приезжать отдохнуть в самом центре, в комфорте и с красивыми видами. Ну, я все больше понимаю, что это, скажем так, объект, ну, больше для инвестиций, чтобы сдавать, учитывая, что, ну, особенно сейчас, когда за рубеж особо не выйдешь, Сочи достаточно своеобразный город, не всем он тоже нравится. А здесь ты в центре города, у тебя видовые характеристики, достаточно даже по типу премиальное жилье, статусное, да? Да, и можно действительно быть без машины. В конце концов, такси есть и все остальное. Да. Что касается гарантии, вот хотелось бы чуть-чуть побольше поговорить. Вы позволяете юристам и всем остальным проверять, что называется, документы? Какие вот возможности для этого есть? Ну, однозначно, наши юристы уже просмотрели все документы. В случае, если клиент интересуется этим вопросом, мы всегда открыты для диалога. Мы приглашаем в офис на беседу с юристом, где можно посмотреть все документы имеющиеся. Нам скрывать нечего, и застройщику тоже в данном случае. Вот, поэтому вся информация открыта. На ваш взгляд, за сколько можно вот эту однушку, которая, вы сказали, там 5-5,5 миллионов, сдавать в сезон? В данном комплексе сдавать в сезон, если это посуточная сдача, ну, я думаю, что это минимум 3 тысячи сутки, это минимум. 3 тысячи сутки, условно, умножаем на 100 дней. Там понятно, что это не полная загрузка, то есть где-то получается 300 тысяч за сезон можно снять. Ну, вот считайте сами рентабельность. А есть там какие-то квартиры, ну, что называется, ну, прям на такого покупателя искушенного? Не знаю, какие-нибудь пентхаусы, что-нибудь такое большое и вау-вау там? Пентхаусы есть, но они уже проданы. А какая-нибудь трешечка с видовыми характеристиками? Трешки, да. Там есть трешки с эффектом вау, 122 квадратных метра. У них полностью стены фасадные из стекла, то есть это окна в пол и, естественно, видовые характеристики на бухту. То есть это придется дизайнера нанимать, чтобы он всю тему с комнатами делал внутри, а по периметру это, что называется, прогулка, хоть на велосипеде катайся. Да, там очень своеобразная планировка. Все комнаты немножечко неправильной формы, поэтому без дизайнера, наверное, не обойтись. Ну, простор для фантазии есть. Ну что ж, спасибо. А если вас заинтересовал этот проект, как я уже сказал, наверное, он больше подойдет тем людям, которые планируют на этом зарабатывать. Обращайтесь в компанию Капитал Гарант. У них эксклюзивные права на продажу вот этих вот остатков. Ну и, соответственно, как всегда говорю, что какой бы ни была ваша сделка, главное, чтобы она была безопасной. Берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес, если он у вас есть. Пока, до встречи где-то в интернете.